Дорогие участники сегодняшней нашей встречи, очередного вебинара или открытого урока, который мы проводим из темы центра совместного департамента образования города Москвы, издательства просвещения, в рамках цикла таких встреч с педагогами всей страны, который у нас называется «Электронные учебники новой образовательной реальности». В этом году мы столкнулись с этой реальностью, пока скорее на уровне приказов, которые подготовлены нашим регулятором Министерства образования и науки Российской Федерации. Я напомню, что согласно новым правилам формирования федеральной перечни учебников, каждый учебник, который входит в этот перечень, должен иметь электронную форму учебника. И издательства просвещения, и наши коллеги в других издательствах в этом году подготовили такие электронные формы учебников. Мы провели серию вебинаров, в которых мы попытались разобраться в особенностях этой образовательной реальности, говорили про электронные средства педагогические образования, говорили об учебниках разных, говорили о том, какой опыт уже у нас всех есть и какой нам опыт предстоит еще обрести, показали ряд открытых уроков. И сегодня, как раз, когда и заканчивается учебный год в школах, мы подведем итог того или тому, чего мы достигли все вместе. Скажу вам, немножко улыбнувшись, потому что мы такие все время серьезные, что хочется иногда просто улыбки, что это был очень трудный, но, как всегда, когда идешь до конца, когда ничего не боишься, замечательный год для нас. И судя по вашим репликам, по вашим пожеланиям, по тому, о чем мы сегодня будем говорить, это был интересный год и для вас тоже, как всякий год в школе, потому что растет еще один класс, все переходят в следующий класс. И сегодня мы подводим, я знаю, что по всей стране прошло ЕГЭ по литературе, по географии. В московских школах последний звонок уже был в пятницу, в других регионах сегодня последний звонок. То есть мы живем той школьной жизнью, которая определяет будущее нашей страны. И в то же время каждый год есть какая-то совершенно невероятная новость. Наверное, электронная форма учебника, электронный учебник есть одна из главных новостей этого года. С 1 сентября 2015 года в принципе каждый ученик, каждый учитель может потребовать или получить доступ к электронному учебнику, а не только к печатному, который мы предоставляем уже вот всегда нашим ученикам. Каждый раз, я помню, когда мы начинали наш разговор, я отвечал на разные вопросы, я говорил, что пока еще результаты экспертизы неизвестны. Вот сейчас так сошлось, мы не подгадывали, что у нас есть даже результаты экспертизы всех электронных учебников, электронных форм учебников просвещения, утвержденные 15 мая научным советом, научно-методическим советом, советом научно-методическим по учебникам Министерства образования Российской Федерации. И все электронные формы учебников, которые были предоставлены от издательства просвещения, экспертизы по этим учебникам были утверждены. Это делает нас практически единственным издательством, тем более особенно крупным, у которого такое стопроцентное попадание в том, что мы предоставили в министерство. И в этом смысле, на заказательном уровне, мы готовы сегодня предоставлять наши учебники в школы. Как готовы ли получать учебники сами в школы? Умеем ли мы делать это массово? Что ожидают от нас педагоги, когда мы говорим про электронную форму учебника? Для этого мы и провели беспрецедентную в нашей стране апробацию электронных учебников. Мы с 15 апреля по 31 мая, то есть все еще это в силе, предоставили доступ к электронным формам учебников издательства просвещения в количестве 51 по разным предметам всем педагогам, которые пожелали бы познакомиться с этими учебниками. То есть можно было установить эти учебники на свои устройства, на свои планшеты. И даже мы открыли эту возможность не только каждый учитель, а там какое-то количество учебников, но и ученикам тоже можно было предоставить учебники. И сейчас покажу по результатам апробации, что некоторые школы этим воспользовались, провели экспертизу таким образом, просто уже включали учебники в образовательный процесс сегодня в свой класс и какие-то свои отзывы, вопросы, замечания или пожелания или поддержку присылали нам. Главный итог вот такой встречи с педагогами в том, что действительно очень серьезные решения можно принимать и двигаться в серьезную сторону, не боясь прямой встречи с педагогами. Конечно, хотелось бы сразу на гора выдать тот замечательный учебник, который всем понравится. Но, во-первых, мы знаем, что сколько бы мы ни придумывали, какие бы академии ни работали, каждый педагог по-своему видит тот инструмент, тот учебник, с которым он выходит к ученикам, с которым он работает, это первое, да, а второе, ну, мы могли бы еще долго что-то такое готовить и потом промахнуться. Поэтому издательство «Просвещение» пошло по пути, что мы делаем, создаем наш учебник в сотрудничестве, в сотворчестве с педагогами всей страны. Нам очень важны ваши замечания. Мы, да, мы предоставляем сразу то, что у нас сейчас есть, что получается. Мы издавляем о том, что мы еще готовы к этому сделать и что сделаем, и сегодня про это тоже поговорим. Но важно, что это то самое сотрудничество, которое позволяет нам не заходить в тупики академические, а идти навстречу той практике, которая сегодня нужна педагогу в его классе, каждому педагогу. И мы обнаружили какие-то вещи, которые нам казались, может быть, не самыми важными, а они казались самыми важными. И наоборот, важные вещи, по поводу них не возникало вопросов, и они вообще не в сфере интересов, кто же казался нам важным, в сфере интересов педагогов. То есть каждый из нас знает, что настоящий сильный педагог — это тот, у которого работают ученики на уроке. То есть если я всю работу делаю за учеников, да, я сильно могу научить, но я очень устаю, и не факт, что знания становятся личностным достоянием каждого ученика, а те педагоги, которые умеют делать так, чтобы основную львиную работу делали сами ученики и по добыванию знаний, и по рассказам, и по объяснению, и по воспроизведению, и по обучению друг друга. Это самая эффективная форма обучения. Каждый ребенок получает такое личностное знание и готов уже совсем по-другому к использованию его в своей жизни. Я думаю, что то, что делает просвещение, то, что делает и министерство, да, это ровно такая же история. Министерство пошло вперед, объявило, что такие формы учебника должны быть. Готовы мы к этому, не готовы? Есть планшеты, устройства или нет? Это вопрос все равно, который независимо от того, есть учебники или нет, надо было бы решать, но когда есть контент, есть учебники, то мы перевернули ту историю, которую вы раньше помните. Мы поставляли большое количество компьютеров, мы делали сети, а не было контента, не было содержания, не было электронных цифровых ресурсов, которые можно было бы воспровести в школе. И они потом постепенно догоняли те возможности уже технические, которые есть в школах. Сейчас ситуация перевернута, есть контент, есть электронная форма учебников. Теперь вопрос, как у нас появятся планшеты, как это будут устроены уроки, что будет выбирать учитель, это уже его можно ставить, он поставлен. И частично мы отвечали на этот вопрос вместе с вами в этой апробации. Ну и, естественно, какие-то персективы развития этой области нам тоже становятся все более очевидными по мере того, как мы вгрызаемся в эту область нашей реальности, в эту нашу практику. Итак, давайте мы подготовили некоторую презентацию с результатами апробации, всероссийской апробации электронных учений, которую мы провели. Эту презентацию сейчас мы вместе с вами пройдем. Я надеюсь, она будет видна вам на экране, и потом она будет у нас на сайте. Так, значит, вот, собственно, сейчас вы видите первый кадр этой презентации. Здесь обозначена очень важная для нас вещь, да, электронный учебник для учителя и ученика. Это наш девиз. Легко учиться — это такое добавление, но это то главное направление, по которому мы работаем. Мы ставим учебник, который был бы инструментом, углубляющий отношения педагогические, сотрудничество между учеником, не вместо учителя, а в помощь, в пандан тому, что делает учитель на уроке. Еще раз напомню, что мы подготовили все более 400 учебников, которые входят в Федеральное импищественное просвещение. Все они готовы и будут доступны учителям 1 сентября 2015 года. И это во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ, номер 1559, мы уже выучили наизусть эти все цифры, от 8 декабря 2014 года о внесении изменений в порядок формирования федеральной перечни учебников. Все документы, которые относятся к этой реальности, можно найти на сайте издательства просвещения, посмотреть всю историю развития этого вопроса. Поэтому, если у вас есть такой интерес, вы хотели бы до буквы прочесть и понять, что же предлагает Министерство в рамках вот этого этапа развития электронных форм обучения, пожалуйста, заходите на сайт просвещения, там есть эти документы, в том числе и приказ, в том числе и протоколы того совещания 15 мая, на котором были утверждены результаты экспертизы, которые проходили в течение всего этого года. Вот наш следующий слайд, на котором мы представили тех специалистов, ведущих экспертов, которые сегодня есть у нас в стране, их много на самом деле, да, но мы вот так получилось, что мы провели вебинары еще до представления учебника с каждым из этих экспертов. Я чуть-чуть расскажу про каждый вебинар. Напомню, что записи вебинаров тоже у нас на сайте просвещения есть. Цифры вообще для нас ошеломляющие. 9 вебинаров с ведущими студентами вот онлайн, то есть это не в записи, а онлайн, посмотрело более 40 тысяч педагогов в стране. То есть, так или иначе, у нас есть ощущение, что вместе с вами, с командой педагогов, которые вот со всех уроков страны, нашей страны, мы эту самую реальность и создавали, проясняя вопрос за вопросом. Мы встретились с Светланой Авдеевой, которая имеет огромный опыт по созданию, по распространению, по подготовке, по работе с цифровыми разными продуктами, создавая большие библиотеки и возможности для педагогов. И про то, как подбирать для себя индивидуальный набор этих цифровых продуктов, мы говорили с Светланой Авдеевой. Это важный разговор, потому что есть спор между тем, должен быть учебник или некоторый набор цифровых продуктов, которыми учитель пользуется на уроке. И та, и другая точка зрения, возможность существует, поэтому это на выбор педагога. Но как выбрать свой индивидуальный какой-то методический набор цифровых продуктов, об этом шла речь Светланы Авдеевой. Пожалуйста, эта запись тоже есть там у нас на сайте. Наталья Андреева — специалист по смешанному обучению. Когда появились компьютеры в классах, и стало ясно, что есть один способ работы с компьютерами в классе, а другой способ, когда прямая дискуссия без цифровых продуктов, то появилось возможность создавать такие островки. Кто-то работает в группе сейчас с компьютерами и выполняет тестовые задания, например, а кто-то работает напрямую с педагогом, а потом эти группы меняются станциями. Есть разные формы смешанного обучения. Наталья Андреева — специалист в этой области. И это был очень интересный вебинар, по которому мы говорили, а как же будет устроена теперь жизнь в классе, как ее можно обустроить для того, чтобы пользоваться электронными учебниками в классе, что поменяется даже просто в расстановке ПАРТ. И об этом шла речь. Нукри Башарули, он возглавляет компанию Азбука, она известна многим в стране, поставляет электронные формы учебников, электронные учебники уже некоторое время от разных издательств, такой интегратор. И Нукри нам предоставил интересную картину того, что на самом деле запрос уже есть, это не выдумки нас, управленцев, а есть большой запрос в стране на такую другую электронную реальность, которой готовы многие педагоги воспользоваться. Это важно, что все, что мы строили в течение этого года, это строится на базе большого опыта, накоплено и издательством просвещения, и другими издательствами, и самыми школами, и педагогами. То есть мы не в пустом пространстве создаем то, что мы говорим, вот новая образовательная реальность, электронный учебник. С Михаилом Бородиным, который возглавляет издательство «Беном», и сейчас является руководителем центра естественно-научных знаний в просвещении, мы представили прототип учебника «Просвещение». Этот вебинар тоже есть, пожалуйста, посмотрите, кому интересно. И там, по сути, мы разбирали не техническое устройство этого учебника нашего, представляю, как он должен быть, а именно педагогическую составляющую. Почему, как педагоги, мы полагаем, что это должно быть так или так? Опять же, мы, может быть, правы, не правы, в чем-то жизнь нас поправит, вы нас поправите, но это главная линия создания электронных форм учебников, электронных учебников просвещения, которую мы сознательно взяли, что мы идем навстречу, в первую очередь, педагогическим нуждам. На 90% это педагогика, и только на 10% технология. Сам я не являюсь технологом, хотя сейчас возглавляю дивизион по электронным учебникам просвещения, являюсь вице-президентом по новой технологии просвещения. Именно в этом и есть сознательная политика руководства просвещения, что педагогика в первую очередь, хотя мы говорим в основном о технических особенностях, потому что учебник электронный, в отличие от бумажного, требует технических устройств, требует сетей, требует каких-то дополнительных возможностей, чтобы можно было сказать, что теперь я не ношу учебники в портфеле, все у меня помещается в такой вот маленький планшет, и я могу ходить вот только с ним. Но, как всегда, есть закон сохранения энергии, наверное, есть закон сохранения количества килограммов. Ну, просто килограммы из портфеля учеников перешли в килограммы всяких серверов, но сам ученик будет освобожден от этих килограммов учебников и будет ходить с небольшим планшетом, в котором, я надеюсь, будет и учебник, и все необходимое обеспечение учебника, который сейчас дается в разных других шлейфах, в других книгах, сопровождающих учебник. С Григорием Контаковым, компанией Яндекс, мы говорили об очень интересном возможности, о краудсорсинге, то есть когда какие-то знания или методики или технологии создаются вот в том самом сотворчестве, взаимодействии, и интернет позволяет это делать с педагогами, с специалистами, с вами, специалистами на местах. И мы рисовали картину того, какие возможности нам открывает интернет, не только те, к которым мы привыкли зайти в Википедию или какие-то другие ресурсы и узнать их знания, а вместе создавать в совместных межшкольных проектах, создавать какие-то продукты, которые можно потом пользоваться в классе, в школе. Примером такого проекта послужил в этом году проект просвещения, посвященный 70-летию Победы и Великой Отечественной войны, называется «Карта памяти». За полтора месяца в этом, согласно этому проекту, каждый ученик, каждая команда, каждый класс, каждая школа могли выйти за дверь своей школы, сфотографировать обелиск, неизвестную могилу какого-нибудь, ну, вот солдата, мемориальную доску или известный монумент, положить на сайт «Карты памяти», сопроводить это своим сочинением, своим рассказом, своим пониманием, да, своим переживанием, своей болью и своей поддержкой, вот всех тех, кто эту победу нам обеспечил. И таким образом мы получим школьную карту, написанную школьниками всех памятников, которые по всей стране есть и обозначают вот то, что какой ценой была эта победа достигнута. Трудно поверить. Те, кто видел карту, мне поверить. Кто не видел, пожалуйста, зайдите. Тоже через сайт просвещения можно найти. Карта памяти. Но за полтора месяца, по сути, этого проекта, более 10 тысяч памятников. По каждому много фотографий были предоставлены в этом проекте. И мы действительно получили карту памятников посвященных воинам Великой Отечественной войны и в нашей стране, и в странах СНГ или бывших наших республиках, и на территории уже Восточной Европы, где наши солдаты погибали, защищая или добывая ту победу, которую мы в этом году 70-летие праздновали всем миром. Поэтому это один из таких проектов. У нас много подобных проектов и в области, и даже естественно научной. По тому, как он проведен, понятно, что ученики сегодня могут добывать знания, создавать знания, которые дают представление новое об этом мире, углубляя это представление. Поэтому просвещение будет на этом строить свою работу тоже. И в том числе мы запускаем проект, о котором я пока еще не рассказывал, проект «Народный учебник». Это та среда, в которой может сделать вложение каждый педагог для своего класса и сохранить на сервере. А если педагог решит, что это может быть открыто всей стране, то открыть это, я думаю, что мы в течение короткого времени создадим замечательные ресурсы, которыми могут воспользоваться уже коллеги тех педагогов, которые эти ресурсы вместе с учениками будут создавать. Это и проектная деятельность, это и та самая работа в классе, как я говорил, которая позволяет сильному педагогу работать не уставая и создавать что-то новое вместе с учениками в классе. Вот точно так же мы можем это делать на всю страну. Технологии есть, мы с вами это попробовали, мы это умеем делать, команда есть. Даже те, кто смотрит наши вебинары, это тоже уже наша команда. Я вижу по вашим вопросам, которые раз от раза становятся все более глубокими, все более точными. Это говорит о том, что у вас появилось ваше собственное понимание этой реальности, которая, я бы сказал, в чем-то даже обгоняет то, как мы об этом думаем и подсказывает нам, как двигаться дальше. Мы встретились с Яковом Меделеевым, это Ростелеком. Очень важный вебинар, тоже посмотрите, если вы его не видели. На столе у нас лежало большое количество планшетов, разных устройств, и мы говорили о том, как выбирать планшет, который подходит вам, какие задачи могут стоять перед вами, какие планшеты можно выбирать. Мы не знаем, как будет разворачиваться наша история развития электронных учебников в ближайшем будущем. Понятно, что сегодня планшеты еще пока хорошие планшеты, они не дешевые. Мы стараемся делать наши учебники такими, чтобы они могли быть проиграны и на недорогих устройствах, и, собственно, апробация показала, что мы во многом с этой задачей справились. Я думаю, что год от года устройство будет дешеветь. Я думаю, что появятся и централизованные закупки, которые позволят как-то обеспечить школы, классы этими устройствами. Но в любом случае уже сегодня есть много разных возможностей и разная ценовая палитра, которая позволяет решать эту задачу, обеспечивая устройствами для проверки учебников. Мы сейчас принципиально на 90% того, что делает просвещение, мы строим на том, чтобы можно было на разных платформах проверить учебники на том устройстве, которое есть сегодня уже у учеников. Если будет какое-то обеспечение внешнее, слава богу, если нет, то такая возможность сегодня уже открыта и аппровацию мы проводили ровно в этой логике. Можно было скачать приложение, устное приложение на своем устройстве и посмотреть учебники, искать учебники на свое устройство. Многие педагоги в стране этим воспользовались, кто из вас еще воспользуется, потому что сегодня у нас только 25-е число, а апробация открыта до 31-го, поэтому поспешите, просто следуя инструкции, которая тоже есть в разделе апробации на сайте просвещения, вы еще до 35-го числа сможете посмотреть на своем устройстве учебники просвещения. И еще один выбират мы провели с педагогом Андреем Сиденко, который был учителем года, и он использовал, он учитель по информатике, и он использовал очень много разных электронных образовательных ресурсов и умеет это делать на своих уроках. И как педагог, который прошел этот барьер и уже пользуется и устройствами, и ресурсами не как чем-то новым, а обыденным на своих уроках нам было интересно услышать его, почувствовать разговор педагогический, а не технологический по поводу этой новой разработанной реальности. И это была очень интересная встреча, по сути, она натолкнула нас на то, что теперь, может быть, мы должны переходить от слов к делу и не только запустить апробацию, как мы это сделали и сейчас она проходит, и предварительные итоги этой апробации мы сегодня вместе с вами подведем, но и запустить серию открытых уроков, на которых мы бы посмотрели, как конкретные педагоги в конкретном классе используют те электронные учебники, которые подготовили просвещение к следующему году. И вот мы провели 9 открытых уроков, которые онлайн посмотрел 21 тысяча педагогов. Это были в начальной школе уроки русского и английского языка, записи всех уроков тоже есть на сайте, английский язык в старшей школе, литература, биология, история, общество знания, физика и математика. Мы экспериментировали, мы варили, варировали, но самое главное, и я повторял это каждый раз перед каждым открытым уроком, во-первых, мы сами учились, мы учились, мы постепенно формировали то пространство, из которого мы передавали эти уроки. Сначала мы это делали прямо из зала заседаний Департамента прозвания города Москвы, и спасибо Департаменту за такую поддержку и помощь, и представление на такой возможности. И самое главное, что это не самое, может быть, похожее на класс пространство, но и оно позволяло нам проводить уроки. Вот чем хороши планшеты и электронные учебники, что вроде бы и нет парт, и нет возможности, но все ресурсы прямо у вас в руках в этот момент, и в этом смысле мы провели ряд интересных уроков из такого необычного пространства, в котором все устроено заседаний управленцев, управляющих нашим образованием в родине педагогов, а там сидели наши ученики, я говорю это в кавычках, потому что напомню, что из этических соображений, несмотря на то, на просьбы многие от педагогов, которые шли, мы в качестве педагогов использовали молодых педагогов, совет молодых педагогов города Москвы нас поддержал в этом, приходили на эти уроки и выполняли роль и учеников второго класса, и шестого класса, и девятого класса, и просто мне казалось, что открытые уроки на всю страну проводить с детьми не совсем точно, несколько раз приходили к нам дети, победители разных олимпиад или конкурсов, это немножко другая история, они были вместе с педагогами в классе, но в целом, по крайней мере, если уж мы проводим открытый урок с детьми, то это должно быть в их пространстве, там, где они учатся, и я надеюсь, что в следующем году мы с камерами со всеми технологиями придем в классы, там, где дети учатся, вместе с своим педагогом, и там родные стены, мы их никуда не перевозим для открытого урока, в любом случае, эти открытые уроки проводились вот таким вот образом. И правило было такое, учитель получал планшет за неделю до урока, а ученики получали планшет прямо вот перед уроком за полчаса. Нам важно было понять, насколько понятно интуитивно устройство учебника, насколько учителю удобно готовить урок по этим учебникам, и мы видим, как все учителя были замечательны, каждый по-своему нашел изюминку, которую он использовал вот в таком уроке, но невооруженным глазом видно, и мы все это вместе, когда обсуждали с педагогами уже итоги таких открытых уроков, увидели, что от урока к уроку понимание того, что можно делать на уроке с планшетом, конечно, росло, и это тоже можно увидеть на сайте, когда вы смотрите записи, потому что каждый педагог учился на том, что сделал учитель предыдущего открытого урока, и добавлял свое. И я думаю, что то, что мы вместе выстроили, на самом деле, это курс повышения квалификации в чистом виде, и это уже методика, это уже то, с чем можно сегодня работать, когда стоит вопрос, как мы это будем делать у себя в классе, или когда учитель выбирает для себя, как я это буду делать у себя в классе. Пожалуйста, посмотрите не только свой предмет, но и другие предметы, потому что, еще раз говорю, мы набирали компетенции и в том, как представлять. Мы переселились из зала заседания Департамента образования города Москвы в темы «Центр», из которого сейчас идет расследование и сейчас, и вы видели, как мы построили класс таким образом, что у педагогов было удобно работать с учениками, которые все работают с планшетами. И это уже какой-то был новый этап. Мне кажется, мы смогли, используя много-много разных технологических устройств, много камер, передавать онлайн, в прямом эфире, а все уроки были сделаны в прямом эфире, ни один урок не был отрепетирован, передавать в прямом эфире то, что происходило на уроке, включая, что очень важно, технические сбои. Они были даже тогда, когда сильные компании предоставляли нам свои устройства, которые позволяли объединять все планшеты в единый класс, и все происходило современно, и даже тогда прошел сбой. И в этом вся суть устройства, связанная с тем, что возможны сбои, и поэтому учебники, таковы и требования, кстати, министерства, и так сделаны учебники просвещения. Они все работают без сети, оффлайн, сеть нужна только для того, чтобы установить учебник, а дальше работает оффлайн, и поэтому вы увидите, там, когда сбой, у каждого ученика учебник продолжает функционировать, он существует, и в этом смысле учитель может продолжать работать, даже когда какой-то связи нет, и каждый ученик может выполнять свои задачи. Тоже очень важная вещь, как справляться со сбоями. Один раз у нас даже у одного ученика закончилась батарейка, то есть заряд в устройстве, и это тоже то, о чем мы начинаем помнить, что если учебник не требует заряда никакого, то устройство, надо помнить, что надо зарядить между уроками или как-то по-другому, но в любом случае батарейки сегодня, батареи, сегодня в устройствах тоже быстро развиваются, и сегодня планшета хватает на день работы, поэтому, естественно, что на уроке ученик работает не все время, мы про здоровье, про возможности тоже говорили на этих открытых уроках и вебинарах. Вот эти, я еще раз напомню, кстати, какие у нас были эксперименты, например, на урок биологии мы проводили с реальными практикумами, когда мы разбирали устройство цветка, и планшета пользовалась, и как микроскоп, и как запись того, что происходит, и ученики просто в планшете воссоздавали то, что потом они оказывается увидели только на продвинутых плакатах, оказывается, ученики все это могут делать на уроке, и времени урока очень коротко хватает, наш каждый урок проходил всего 30 минут, дальше мы потеряли время обсуждения, но вы увидите, что очень много, то есть интенсивность работы резко повышается, даже при том, что для многих педагогов планшета, это был вообще первый урок с планшетом, и сразу онлайн, непросто. Мы физику провели таким образом, что мы разделили класс напополам, одна половина класса работала, делала лабораторную и работала по бумажным учебникам, другая половина по электронным учебникам, во-первых, на сфереале это было красиво, одинаковые данные были получены тем, кто работали с виртуальной лабораторной и с реальной лабораторной, но с другой стороны мы видели неподдельную зависть учеников, работающих традиционно к тем ученикам, которые работали по современным технологиям. Это даже трудно было скрыть, поэтому спор о том, что лучше, что хуже, он открыт. Я считаю, что традиционная наша педагогика очень сильна, там на работу многое, и совершенно не призываю всех приходить в электронную, но мы увидели на этом уроке, как ученики хотели попробовать вот так же, как там, на той стороне, потому что там гораздо больше параметров можно было контролировать, выполняя виртуальную работу, и можно было возвращаться и снова выполнять, возвращаться и снова, а здесь уже разрезал, так разрезал, налил, так налил. Снова наливать как-то уже не так просто, потому что смочная поверхность стала уже смочной, если говорить о разных вещах. Очень интересный у нас был урок по истории, потому что авторы учебника истории присутствовала на этом уроке, и как Александр Анатольевич Данилов сказал, что он 20 лет назад, в 91-м году, когда он писал свой учебник знаменитый, он не думал, что когда-нибудь он будет уже смотреть, как работать с этим же учебником в электронном виде. А я напомню, что такого требования регулятора, что сегодня учебник в электронном виде должен во многом воспроизводить, то есть содержательно, точно, воспроизводить 100% и печатного, дополнения позволительные и поддерживаются, но важно, что никто не почувствует себя ущербным, и тот, у кого есть планшет, у кого планшета сегодня на уроке нет, или, предположим, батарейка села, можно открыть печатный учебник и продолжать работу, что бы не случилось. И эта взаимозвязанность важна, но вот на этом уроке мы как раз показывали особенности и бумажного, и печатного, и взаимосвязи, и очень красиво и точно подвел итог этого урока автор сам учебника, что он увидел на этом уроке. И так далее, и так далее. 21 тысяча онлайн-участников этих уроков была. И вот посмотрим следующий слайд, что важно. Да, кстати, вот на этом слайде вы увидите картинку с урока биологии, как она проходила и как устроен наш новый класс был, в котором провели все последние пять уроков темы центра. Я надеюсь, что мы не оставим эту тему и будем проводить уроки вместе с темы центром и в следующем году. По крайней мере, такие планы у нас есть. Запрос очень большой. И вот посмотрите здесь цифру, если она вам видна, но мне она хорошо видна. 72 тысячи педагогов просмотрели и больше, просмотрели эти уроки на канале YouTube издательства просвещения, то есть уже в режиме просмотра. Не онлайн, не в прямом включении, а постфактум потом. То есть интерес огромный. Но если сложить все цифры, сколько педагогов или сколько раз были просмотрены и вебинары, и открытые уроки, то получается, что вот эту новую образовательную реальность, мы от вас получаем много вопросов. И сейчас, если вы знаете, кто сейчас вебинар включен, можно задать мне вопросы, они появляются здесь у меня на планшете, я буду потом возвращать, вернусь к ним и буду отвечать, как это делал после каждого урока. То есть вот почти 150 тысяч, ну, 140 тысяч педагогов вошли в это проект таким образом и задавали нам свои вопросы, поэтому мы накопили огромную базу вашего понимания, ваших видений, ваших пожеланий, и это позволяет нам выполнить одну очень важную задачу, которую мы ставим. Мы должны сделать все, что важно педагогу и ученику, сделать это очень просто, не усложнять, не перегружать учебник, и при этом, то есть, чтобы сделать просто, но то, что важно вам, мы должны не делать то, что кажется нам важным, но вам не нужно. То есть, по крайней мере, тот выбор, то, что приоритетов, которые есть, он должен строиться на ваших приоритетах, а не на том, что кажется нам, авторам учебников, создателям электронных учебников, программистам, потому что, еще раз говорю, наше видение, оно теоретическое, а вам нужно работать с этим в классе. Апробация. Мы открыли возможность апробации 15 апреля. К сегодняшнему дню у нас участвовали в этой апробации, то есть, участвуют те, кто получили, то есть, установили на свои устройства приложение, приложение, сейчас про это отдельно поговорю, получили код доступа к учебникам в рамках проекта «Школа цифрового века», ввели этот код на своем устройстве и скачали те учебники из списка 51 учебников, которые были предоставлены, которые показались важны, интересны, и посмотрели учебники. Значит, 2 113 участников апробации, или точнее, вот столько устройств, можно сказать, да, настолько устройства было установлены эти учебники. Из 83 субъектов Российской Федерации мы предоставили на апробацию 51 учебник, и количество скачанных учебников превысило 27 тысяч, то есть, вы можете в среднем посчитать, сколько открывали разные учебники. Да, я сказал, что некоторые из участников скачали учебники не только для себя, но и для своих учеников, поэтому участников гораздо больше. Но здесь видна, так как все были подключены через свои личные кабинеты, и, например, мы знаем возраст участников этой апробации, мы видим, что в апробации участвовали в равной мере учителя от 26 лет до 55, то есть, это в равном, то есть, 21%, 38, 28, это вот от 25 до 35 лет, от 36 до 45, и от 46 до 55, то есть, нет представления о том, что только молодые педагоги будут интересоваться электронной формой учебники, то есть, это, собственно, апробация разрушила это представление, мы и так видели по участникам вебинаров, что это не так, что все в равной степени заинтересованы, но вот сейчас цифры, которые на больших уже данных показывают, что сегодня в равной степени это интересно всем педагогам, педагогам всех возрастов. В каком формате проходила информация? Да, я должен тут, кстати, сказать, да, мы можем перейти к следующему слайду, но я должен сказать, здесь пару слов, что главный сбой апробации, который прошел, мы хоть и показывали все наши открытые уроки и все демонстрации, которые мы делали мы с использованием именно на платформе iOS, планшетах Apple, апробацию мы проводили только на планшетах Android, Google и Windows, Microsoft. это произошло в связи с тем, что стандартные схемы массового предоставления продуктов образовательных, которые сегодня существуют в Apple и представляются многим издательствам, в случае с просвещением потребовали дополнительных переговоров, потому что просвещение очень крупное издательство, и Apple увидела какие-то нестыковки со своей политикой именно в процессе предоставления. Либо предоставляйте бесплатно учебники, либо продавайте. То есть вариант даже апробации, когда мы не можем бесконтрольно предоставлять учебники, мы должны защищать авторские права, и мы должны контролировать то, насколько мы предоставляем, как мы забираем учебники обратно, и в то же время предоставляем это бесплатно. Этот вариант не был принят руководством Apple на данном этапе, но сейчас будут переговоры, и мы выработали уже политику, с которой мы будем работать. Конечно, учебники будут представляться и на Apple, и я думаю, что как только такая возможность появится, мы объявим для вас и сделаем еще дополнительную апробацию для тех, у кого устройство Apple, вы сможете попробовать, может, еще до начала учебного года, но в любом случае все учебники просвещения и проходили экспертизу, и работают и на Apple iOS, и Google Android, и Windows Microsoft. Поэтому вот такая история здесь происходит, тоже очень важная, что мы делаем эту апробацию, нам очень важно, чтобы ученики могли получать учебники бесплатно на тех устройств, которые у них есть. Если есть устройство Apple, мы построим политику, связанную с Apple, которая позволит ученикам, так же, как государство предоставляет бесплатные учебники в рамках бумажной, так же ученики смогут от своих школ получать лицензии бесплатно, если школа закупила эти лицензии или регион, район, и предоставлять это ученикам. Поэтому этот вопрос уже решенный, и публикация приложения iOS с электронным учебником просвещения вот просто должна пройти в очень скором времени. Значит, в каком формате проходила апробация электронных учебников? 52% вот этот слайд я комментирую, который сейчас у вас на экранах, 52% это длинное, много желтого, те, кто сами для себя открыли учебник, посмотрели, как-то оценили, что-то понравилось, что-то не понравилось, написали нам или как-то поработали, вот, собственно, 52%. А розовым или красным цветом отмечено 30% тех педагогов, участников апробации, которые использовали электронные учебники у себя на уроке. Он был только на их планшете или ноутбуке, если это Windows 8 и выше. И с этого планшета либо просто вели урок, либо демонстрировали его, ретранслировали с планшета материалы на интерактивную доску через проектор или другие устройства, это 30% учителей. Немалая цифра, 7% это те педагоги, которые установили электронные учебники, электронные формы учебника просвещения на планшете учеников, всех учеников в классе и провели 1, 2, 3 несколько уроков и наработали опыт работы с этими учебниками, когда весь класс работает и так далее. Еще 7% сказали, что они использовали электронные формы учебников тоже в классе, тоже с учениками, но во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании. Это какая-то возможность, с которой мы будем обсуждать, нам интересно ваш опыт такой же. И 4% тех, кто сказали, мы использовали во всех вариантах. И так, и так, и так, и так. В этом смысле это была активная апробация. Я должен напомнить, что все, кто участвовал в апробации, кто выполнил наше задание, заполнил анкеты, прислал нам, все получат сертификат участника апробации и по почте на свой e-mail, и в личные кабинеты, там, в разделе портфолио, у вас появятся эти сертификаты. Поэтому мы готовим и такой для вас итог вашей работы, потому что ваш вклад бесценен, вы пионеры, пионеры именно массового использования электронных учебников, которые есть. Теперь комментарии педагогов. Комментариев очень много. Естественно, мы, есть поддержка, есть то, что вызывало вопросы и негатив. некоторое количество мы поставили здесь, таких самых ключевых и самых общих, и я сейчас их прочту. Единственное, я напомню, у меня было какое-то количество переговоров, что мы относились только к комментариям именно педагогов, которые получили код и скачали учебники. Те, кто воспользовался в приложении только бесплатными двумя пособиями, которые у нас стояли, мы не считали, что они частливы апробации, тем более, что мы выделили какую-то гипотезу, мы поставили один учебник очень тяжелый, то есть у него было много мультимедийных объектов, и он практически ни у кого не скачался. Это подтверждает нашу гипотезу, мою гипотезу, что сейчас мультимедийные объекты вставить в большом количестве учебники при наличных сетях и интернете в стране неправильно, и надо давать такую возможность самому педагогу подбирать те ресурсы, которые ему нужны, и добавлять к учебнику, а не заранее ставить многое, так что учебник потом не скачивается, и мы поставили совсем простое учение, без всяких практических возможностей, чтобы тоже увидеть, что достаточно у педагогов, что недостаточно. Там понятно, поэтому и в большом случае, когда какой-то сильный негатив возникал, мы связывались с этими, с теми, кто негатив это высказывал, если это был неанонимный негатив, а по отношению количества участников апробации это очень мало этого негатива, то выяснялось, что люди нарушали те технические параметры апробации, которые были указаны, то есть какое устройство, то есть ставили на смартфоны, а не на планшеты, естественно, учебник на смартфоне не шел, ставили на устройства, которые, то есть на лаптопы Windows XP, 7-ой Windows, которым пока эти учебники не подготовлены, только 8.1 и выше Windows работает. Поэтому мы подводили итог именно по тем, кто получили, прошли по всей инструкции апробации, получили коды доступа к учебникам через проект общероссийской школы цифрового века, скачали учебник, приложение, установили приложение, скачали учебник, поработали с ним, ответили на анкету и дальше все результаты собственно связаны с этим. Я теперь прочту комментарии, потому что вам не очень видно, я прочту вот Толканова Евгения Сергеевна, сначала позитивные комментарии, учащиеся с большим удовольствием поддержали идею апробации электронных учебников, легче стали портфели, так как планшет всегда у них был с собой, только использовали для игры, обучение. У ребенка с проблемами со зрением была возможность увеличить размер текста. Да, действительно такая возможность в учебнике есть, и это такой очень позитивный комментарий. Другой. Опыт положительный, работать понравилось, особенно детям, возникали и технические проблемы. На этапе апробации в техподдержку обращаться было некогда, при переходе всех детей на электронные учебники, думаю, заслуживая поддержки, придется дружить. Добавлю сразу здесь, что техподдержка была все время апробации, и некоторые оценки того, как она проходила, тоже будут в результатах, в итогах этих промежуточных апробаций. Я вам здесь сегодня покажу, вместе посмотрим. из тех, которые отрицательные пожелания, к сожалению, системные требования не позволят установить приложения на гаджеты учащихся, придется работать на ноутбуке учителя или использовать проектор интерактивную доску. То есть, в данном случае у учащихся не оказалось этих гаджетов, что предсказуемо, не у всех есть такие гаджеты, и это действительно проблема, которую нам всем предстоит решать. И как мы будем нарабатывать педагогическую методику работы с электронными учебниками, мы также будем и какую-то управленческую или технологическую и технокометодическую, как можно работать, когда не хватает планшетов на всех. Один из вариантов смешанного класса, или blended learning, позволяет нам делать так же, когда у нас не хватает планшетов на всех учеников в классе, можно работать какими-то группами, каждый выполняет свои задания. Приложение работает хорошо, но не удалось внедрить в массы. Так у школьных гаджетов не оказалось нужных технических требований к установке приложений. Только несколько домашних гаджетов подошли под нужные требования, а очень жалко, хотелось увидеть реакцию детей на эти учебники. Например, такой же отзыв, но это вот самая главная вещь, с которой мы столкнулись. Действительно, гаджетов пока не 100%, далеко не 100% на руках у учеников и учителей. Посмотрим следующий слайд. Оцените работу приложения. У нас было много пунктов, по которым мы оценили приложение. Я просто пункт за пунктом сейчас прочту, чуть прокомментирую. Пункт номер один — установка приложения учебников второго века. Как видите, из тех, кто выполнили все инструкции, кто работали, практически оценку хорошо поставили фактически 100% учителей, которые это делали. Генерация кода и активация приложений. То есть тот самый код, который нужно было сгенерить в личном кабинете школы цифрового века, он уже в приложении давал доступ к учебникам. Как вы помните, кто смотрел тот вебинар, тот открытый урок, ту встречу, когда я на глазах у вас в онлайн устанавливал приложение на три устройства на Apple, Android и Windows и получал код и потом получал учебники и вы помните, ровно в тот момент был большой сбой, то есть у меня была проблема у одного с получением кода, больше сайт не падал, не знаю, почему он упал ровно в тот момент, когда мы демонстрировали, не буду говорить про всякие конспирологические теории, но в любом случае больше он не падал и коды все получили без проблем, те, кто не понимали, как это сделать, могли обратиться в онлайн-поддержку, которая работала каждый день 7 неделью с 9 утра до 11 вечера там же на сайте. Загрузка электронных учебников. Здесь у нас появляется третья строка, появляется чуть красненького, не все смогли загрузить электронные учебники, ну почему надо разбираться, но в основном учебники были установлены. Воспроизведение мультимедийных объектов, элементов, то есть те, которые там были, у кого-то они воспроизвелись, у кого-то нет, такая подсказка, что если не до конца прожила загрузка, то бывает такое, что что-то работает и уже кажется, что учебник работает, а какие-то объекты не работают. Вот это к вопросу о том, насколько тяжелый в смысле мегабайт, гигабайт должен быть учебник. У нас были учебники с каким-то количеством аудиофайлов, особенно иностранного языка, и как только у нас появляется более тяжелый мультимедийный объект, появлялась уже техническая встреча технических, то есть уже не все гаджеты даже не могли потянуть такие учебники. То есть если они дешевые совсем или какие-то недорогие, дешевые не буду говорить, недорогие, с малым ресурсом внутри, то уже такие мультимедийные объекты не воспроизводились. Но мы видим в основном у всех это более 80% были восприниманы на хорошо или там на удовлетворительно. Это почти 90%. Возможность переходить по ссылкам кнопкам. Тоже мы видим, что у кого-то такая возможность не была. Кто-то обращался в техподдержку, тогда мы подсказывали, что там могло не работать, кто-то нет, но в основном она сработала у всех. Возможность делать заметки также есть, но мы, кстати, обнаружили, что не все поняли, что можно делать заметки, как их можно делать. И, естественно, если посмотреть наши вебинары и когда мы представляем учебник, то можно увидеть технологии того, как можно делать заметки и создавать учебник в учебнике, то есть выбирать те цитаты в учебнике, которые мне нужны, делать к ним комментарии и сохранять их в учебнике, чтобы ученик мог как бы свою линию в учебнике воспроизвести, ну, такую шпаргалку электронную к учебнику не на стороне, а прямо в учебнике и сделать, что, я думаю, очень полезна работа, каждый педагог знает, как полезно сделать шпаргалку, не полезно ее взять у других и пользоваться, но если написал шпаргалку сам и она интересная, то некоторые педагоги за это ставят пятерку, даже если поймали ученика с шпаргалкой. Возможность делать закладки, да, тоже не все разобрались, может быть, как это, но в основном все поняли, что такая возможность есть. Возможность масштабирования объектов, тут я должен сказать, что у нас такой возможности, то есть она была, но была технически нелегко исполнила для тех, кто использовал наши учебники на ноутбуках с Windows 8, 1 и выше, эту возможность мы сейчас достраиваем, доделаем. И еще скажу, что наше требование было для Android 4.1 и выше, но после того, как было все-таки выяснилось, что очень большое количество не самых новых устройств на руках у учителей, учеников, то мы быстро проапгрейдили до того, чтобы работали 4.0 и с 28 апреля кто уже ставил, практически никого не было сбоя и даже на старой версии Android эти учебники шли. Возможность считать контроль знаний. Вот здесь тоже, видите, кто-то посчитал, что такая возможность есть, кто-то посчитал, что такая возможность не работает. Нет, это вопрос и к тому, как это устроено в учебнике, потому что кто-то считает, что это контроль знаний, кто-то нет. Кому-то не хватало того, что после того, как ученик выполняет контрольные задания, все информации выполнения сходится в личный кабинет или в планшет учителя, такой возможности здесь в апробации представлено не было, мы ее демонстрировали на уроках, открытых, которые мы делали здесь из темы центра, но, естественно, к 1 сентября эта возможность будет, но еще раз говорю, что эта возможность уже требует и работы Wi-Fi, если в учебнике можно работать без всяких сетевых подключений с учебником в базовом варианте, то как только появляются дополнительные функции такого рода, нам нужен Wi-Fi в классе или какие-то другие средства объединения результатов работы на планшетах каждого ученика. Еще комментарии педагогов. Принуждение работает корректно, хотя и возникали на некоторых устройствах трудности при активации кода. Наверное, тот педагог, который на разных устройствах пробовал с меньшим своим классом. Пробовали устанавливать на устройства разного формата. На устройствах с операционной системой Android версии 4.1 и выше сбоев не было. Принуждение работает не только на устройствах с диагональю экрана 10.1 но и меньшего формата. Хотя мы как техническое требование такой экран большой требуем. Это в том числе и с точки зрения эргономики, здоровья и глаз. Но и на меньших форматах, вот как пишет участник апробации, это работало. Страхова Наталья Юрьевна. Я не являюсь особо противным пользователем ИКТ, но трудностей с работой не возникло. Даже неопытные в плане электроники коллеги справлялись с работой. У детей вообще не возникало проблем. Вот мы получили такой отзыв участника апробации. Вот красно помечен отзыв Макарова Елена Геннадьевна. Программа была установлена на планшет и ноутбук. В связи с тем, что планшет не получался к проектору, работала по ноутбуку. Во время работы выяснилось, что управлять программой некомфортно. Проближение и увеличение. Да, в ноутбуке приближение и увеличение было сделано не совсем удобно. Мы это сейчас переделываем, чтобы это было удобно и тем, кто работает на ноутбуке. Но еще раз скажу, что планшеты сегодня легко подключить к доске. Я на одном из наших вебинаров демонстрировал разные маленькие такие проводочки, которые напрямую позволяют круглажному кабелю подключить и прямо транслировать, даже если нет сети внутри школы, то, что на планшете, чтобы воспроизводить это на интерактивной доске. В любом случае, это нам всем тоже надо чему-то научиться. Ну и естественно, что мы будем в нашей технической поддержке и писать, и рассказывать про то, какие возможности можно воспользоваться сегодня, чтобы более эффективно работать с электронными учебниками на уроке. Еще один вот с красненьким помеченный отзыв. Новохадская Ирина Юрьевна очень жаль, что не на всех моделях удалось попробовать приложение. Не смогла работать с национальным компьютером, так как та, на котором стоит Windows 7. Ну, это было описано в характеристиках. На Windows 7 мы сейчас приложение не устанавливаем. За лето такая возможность будет предоставлена. Поэтому с 1 сентября, я надеюсь, каждый раз может будет уже работать с учебником и на стационарных компьютерах или на лаптопах, у которых операционная система предыдущих версий. Другие пункты анкеты оборабации вот на этом следующем слайде вот видим первую строку. Если мы сейчас откроем следующий слайд, посмотрим, да, открывается? Следующий слайд, да. Вот верхняя строка, я прочитаю, наверное, вам не очень видно на ваших экранах, интуитивно понятный интерфейс. Видите, мы сколько получили пятерок, это вот темно-зелено, это прямо максимально вот понятный, большое количество поставили четыре, хорошо, то есть, в общем-то, интерфейс угадан в учебнике, ну, по отношению, по крайней мере, точки зрения тех, кто участвовал в апробации. Следующая строка, качество художественного оформления электронных ресурсов, тоже принято скорее на ура, хотя вот есть и негативные оценки, очень мало. Удобная навигация по электронному учебнику, это вообще была наша особая забота, я просил программистов, дизайнеров сделать такой учебник, чтобы все, что нужно учить на уроке и ученику, когда он готовится к уроку, было практически на первом экране в один клик. Это нетривиальная задача, она делает за счет каких-то апплиативов, но мне кажется, мы добились и вот того самого интуитивно понятного интерфейса, и вот этой самой удобной навигации, когда всегда видно, где я нахожусь, что я делаю и почему я делаю именно это сейчас. Такое ноу-хау учебнику, которые сейчас были предоставлены на пробацию, это обобщающий текст, то есть есть полный текст учебника, но есть краткое изложение, которое специально создавалось редакциями каждого учебника и авторами. Где-то у нас получилось это лучше, где-то хуже, но сегодня можно повторяя материал, повторяя то, что изучили даже на уроке, ученик может прочесть вот этот обобщающий емкий текст, если нужно уйти вглубь полного текста, если нет, посмотреть схемы иллюстрации, изображения, которые к этому уроку и в общем-то воспроизвести, вспомнить то, о чем, актуализировать свои знания. Галерея изображений, видите, кому-то понравилось, как он видит, в основном всеми принято. Тесты в задании тоже приняты, хотя мы увидим сейчас некоторый отзыв, в котором говорится о том, что не хватает тестов в задании. Справочные материалы есть, аудиофайлы, видите, тут больше негативных, это тоже на 8% они приняты, у всех заработали, но у кого-то 20% они заработали хуже или плохо, потому что, еще раз, это уже требует большего, лучшего качества самих устройств. Как только качество устройств совсем слабое, то интерактивные объекты не идут, и я еще раз радуюсь за то, чтобы интерактивные объекты были, может быть, онлайн, а не в планшетах, которые работают оффлайн, потому что сегодня тогда мы завышаем требования к планшетам, к устройствам по отношению к тому, что есть сегодня на руках, и что сегодня рынок предоставляет за приемлемую цену. Удобность структурирования мутилемийных объектов, на 8% принято, удобство использования инструмента заметки, на 80% и выше принято, удобство использования инструмента, язык изложения обобщенного текста, ясность, точность, соответствие возрастным особенностям школьников. Вот это, собственно, видите, как много положительных оценок, это самая нижняя строка, это вообще принято на ура, как некоторые новые дополнения к учебникам, которые само же просвещение к своим же учебникам делает такую емкую версию, наряду с полной версией, и это позволяет даже и учителю работать на уроке, когда весь текст виден сразу перед глазами, мы ключевые вещи можем прочитать на уроке, и мы показывали на наших открытых уроках, как можно работать с этим обобщающим текстом учебника, который появился в электронной форме учебника просвещения, это наше ноу-хау. Ну вот снова следующий слайд, это еще комментарии Спаска Ирина Ивановна, учебники понравились, очень наглядный и понятный интерфейс, есть много качественного иллюстративного материала, что необходимы для начальной школы. Ну вот такой позитивный отзыв. Дусингалиева Алевтина Борисовна пишет, хотелось бы отметить, в комментариях пишет, хотелось бы отметить, что понравилось, красочные иллюстрации, возможность быстрой навигации по учебникам, наличие тестовых заданий, возможность организации самостоятельной работы. И помечено красным, то есть понятно, что у нас больше было тех, которые помечены у нас синеньким, то в позитивной форме, но красные тоже были, я их прочту, Зеленкова Варвара Сергеевна электронная форма учебников апробировала впервые. Ну и понятно, такой широкой апробации еще никто никогда не запускал, это первый опыт на просторах нашей страны. Довольно интересная форма работы, но бумажных учебников не заменит. Многие дети отвлекались на планшет, как на игрушку, а не учебник. Тоже понятная точка зрения, тоже требует навыков, культуры, методики, понимания, как с этим работать, и мы об этом много говорили в наших открытых уроках, особенно подойдя итог каждому уроку, и я надеюсь, что каждый учитель выработает свой способ работать так, чтобы каждый гаджет стал, как мы сейчас в Департаме образования города Москвы стали говорить полезным, то есть все гаджеты могут быть полезными в точке зрения педагогики, могут быть нарушающими наш процесс. Наше дело сделать так, и тех, кто разорвает электронную форму учебника, и тех, кто пользуется, чтобы гаджеты стали полезными, и мы их не отбирали, и не закрывали, а наоборот давали, и предоставили все возможности, которые есть в каждом нашим ученикам на уроке. Это мечта, но я вам скажу, что за этот год мы сильно продлились в этом направлении. Надежде Евгения Михайловна, не хватает возможности собирать свой портфель необходимых материалов из представленных своих, расположить их в логике конкретного урока. Это важнейшая функция электронной формы учебника, мы их поняли. Мы сейчас все силы повернули на то, чтобы учитель мог создавать учебник свой в учебнике, и как-то транслировать то, что он подготовил к уроку на планшеты и гаджеты учеников интернативную доску. Мы именно эту возможность разрабатывали и демонстрировали в открытых уроках. Вы видели, как учитель каждый готовил свой урок, свой планшет к данному открытому уроку, и мы наработали невероятный опыт именно того, что вам нужно, что вы хотите, что педагог просит, и весь этот опыт будет реализован, и 1 сентября 2015 года вы получите электронную форму учебников просвещения с механизмами достраивания, доработки, содержания, контента каждого параграфа, каждому уроку, так, чтобы вы могли выстраивать урок в своей логике, используя ссылки, которые вам важны, иллюстрации, которые вам важны, мультимейные объекты, если у вас есть онлайн-доступ, которые вам важны, цитаты, которые вы хотели предварить урок, которые вам важны, все эти возможности будут у вас в руках, в планшетах вы сможете готовить такие вещи. Иногда у вас будет возможность, зависит от ваших сетей, перетранслировать то, что вы сделаете в планшете ученикам, и да нет, но мы показывали, что даже если у учеников нет то, что есть у вас в планшете, и то вы ведете очень серьезный, осмысленный урок, потому что логика этого урока у вас выстрелена, а перед глазами вам не нужны дополнительные средства, все у вас в планшете, вы продумали, вы сделали, и это работает у вас на планшете как ваш такой суфлер или подсказка, и на интерактивной доске как суфлер, подсказка или презентация для всех учеников. Переходим к следующему слайду. Это еще вот оценка пользовательского опыта, еще какие-то пункты нашей апробации, нашей анкеты. Версная строка мотивация, обучение, образование школьников. Вот те, кто, видно, попробовали, но в любом случае у нас огромное количество анкет, у нас, я напомню, более 2,5 тысяч участников апробации, педагогов, и вы видите, что все те, кто пробовали, может быть, какие-то педагоги, которые уже в этом направлении не идут, они полагают, что электронная форма учебника имеет сильную мотивационную составляющую. Расширение возможностей для организации различных видов учебной деятельности. Это вторая строка. Очень много максимальных оценок, но практически 90 это вот те, кто все приняли, что действительно такое расширение возможностей появляется. Организация контроля и самоконтроля. Да, да и да. Это третья строка. Дальше. Формирование универсальных учебных действий. Вот считают педагоги, что электронные форма ученика этому способствуют. Расширение возможностей использования средств ИКТ. Ну, здесь само собой, это вот самые максимальные оценки мы получили, что да, такие возможности расширяются. Расширение возможностей использования различных способов работы с информацией. Да. Формирование навыков самостоятельной деятельности. Да. Практическая направленность урока. Да. Реализация межпредметных связей. Я бы, честно сказал, что я для меня сейчас пока то есть я понимаю, что имеют в виду педагоги, когда пишут да, но если они пишут да, значит, педагог увидел на самом деле какие возможности открывает электронное учебник, хотя сейчас они реализованы еще не в полной мере. Разнообразие использования различных форм организации образовательного процесса. Да. То есть, значит, те, кто или индивидуально смотрел учебник этого для себя и в проекте смотрел, как бы он использовал в этом уроке, или те, кто уже попробовал на уроке, все в основном сказали, что да, такое разнообразие форм, форма урока заложена в этом новом образовательной реальности электронном учебнике. Еще комментарии. Данное приложение очень удобно для учеников и учителя, особенно при дистанционной работе. Кроме того, применение приложения на уроке дает новые возможности для интересного и увлекательного познания материала, а учителя частично освобождают от поиска и создания интерактивных и наглядных пособий по изучаемой теме. Мы знаем, как мы все что-то ищем, готовимся. Естественно, электронный учебник это уже будет кладезь таких возможностей, и поэтому все будет под рукой. Надеюсь, легко этим может быть пользоваться. Стиль изложения материала соответствует возрастным особенностям учащихся. Учебник снабжен картами, информационными материалами и фотографиями. Все это способствует более полному усвоению материала. Электронный учебник способен заинтересовать учащихся и тут более полная информация по теме. Вот такой позитивный, еще один позитивный. Данный способ удобен не только для учителей, но и для родителей, учеников, так как изложение в электронном виде дает возможность успешно восстановить знания ребенка, полученные на занятиях и выполнять домашнее задание. Вот так учитель видит возможность использовать электронную форму учебника. Из тех, что помечено красным, на мой взгляд, электронный учебник недоработан по части возможности проверки знаний учащихся. В каждом пункте есть тренажер только с тремя вопросами тестового характера. Это крайне мало. У нас есть тренажеры с большим количеством, то есть может быть тот учебник, то есть есть очень разное количество вопросов, но это мы тоже поняли, что самое главное дать возможность вам легко добавлять те пункты контрольных заданий, которые вы хотели бы, чтобы были на уроке. То есть вам готовить итоговый срез для вашего урока, чтобы это было на каждом площади ученика и можно было подвести мгновенный итог того, как вы усвоили ученики, то, что вы сегодня рассказывали. Поэтому у вас появится такая возможность, и мы, конечно, будем расширять все контрольные измерительные материалы, которые, возможности контроля знаний в учебнике, но и у вас в руках будет такая возможность, что, мне кажется, гораздо более ценно. Вот следующий слайд, очень важный для нас. Во-первых, он сам по себе интересный и содержательный и говорит о том, какой огромный путь мы вместе с вами сделали, здесь я улыбнусь на этот год. Это ваше пожелание, какими дополнительными материалами следует наполнить учебник. Напомню, что в учебнике есть все то на 100%, что есть в печатном бумажном учебнике. Это требование нашего регулятора, и это требование выполнено, мы поэтому прошли экспертизу. Он должен быть кроссплатформенный, и он у нас кроссплатформенный, поэтому он должен быть сам проигрыватель должен устанавливаться бесплатно, и учебник на него должен загружаться, должен работать на нем, на проигрывателе, и в отсутствии сетей, то есть оффлайн, без Wi-Fi, все это мы выполнили. Теперь вот из наших разговоров, из вашего опыта вы нам даете задание, и вот сектора, видите, зелено в процентном отношении, сколько вы запрашиваете и так далее. Я пойду вот от верхней точки от 12 часов по часовой стрелке, вот первое поле синее, 25 процентов, мы хотели бы, чтобы в электронной форме учебника были словари и справочники, справочники, таблицы, в том числе интерактивные, сборники, формул, и так далее. 25 процентов просят, чтобы это было в учебнике. 25 процентов, это по часовой стрелке я иду, анимации и 3D-модели. Еще раз напомню, что такие вещи планируют быть присоединены к учебнику просвещения онлайн точно. Как сделать так, чтобы оффлайн это было и не приближало учебник и работало на любом устройстве, я сегодня не знаю. Апробация еще раз показала, что как только мы ставим чуть-чуть больше мультимедных объектов, они уже, эти учебники, не так легко скачиваются на планшеты учителей, учеников, те, которые есть сегодня на руках, но технологии будут развиваться и я уверен, что, конечно, все это будет в учебниках, но онлайн точно. Зеленый участок окружности, текстовый, аудио, видеоконтент, книги для чтения, это, кстати, очень важно, то есть я хотел бы не только разговаривать о войне и мире, а может, мы поставили бы книгу «Войной мир» просто туда в учебник или в планшет, чтобы он там был, что теоретически возможно, нужно ли это, не знаю, аудиокниги, видеоролики, видеофрагменты и другой материал для углубленного изучения. Вот 10% написали, что требуется, хотели бы, чтобы было и это тоже. Изображения, фотографии, рисунки в большем количестве 10%, интерактивные схемы, модели, карты, шаблоны, демонстрационные опыты 25% и встроенные дополнительные инструменты для самостоятельной работы ученика. Карандаш, ластик, циркуль, то есть что можно было писать прямо в планшете. Огромные споры разгорелись по поводу этого в рамках обсуждения от этого урока. Кажется, когда мы поговорили только от этого урока, не заменит ли планшет всего, а будет ли ребенок продолжать писать, а что будет с его и почерком, и с его мелкой моторикой, которая очень важна для развития и мышления, что доказали психологи. Вот поэтому, видите, 5% только учителей сказали, что хотели бы, чтобы все задания выполнялись или какое-то количество и в планшете. В основном учителя сегодня говорят, и мы показывали и говорим о том, что, конечно, никто не отменяет рабочей эстраде обычного листа бумаги, в котором можно писать. Все это должно сегодня существовать, и еще раз, ваше право, какой технологии, какую методику вы выберете для того, чтобы работать с электронной формой ученика, с печатной формой ученика, как работать в классе. И до сегодняшнего дня не так много учеников, не так много учителей, на самом деле, пользуется не так много времени на уроке пользоваться учебниками, печатными. Вот что отметили учителя, которые проводили открытые уроки, что процент пользования учебника на уроке, когда он на планшете, конечно, для них увеличился, потому что в планшете гораздо больше того, что можно сказать, открой, пожалуйста, такую иллюстрацию, открой такую схему, и давай вместе поразбираемся с ней. Или такое специальное приложение, как Explain Everything на Apple, мы показывали, какое оно замечательное приложение, позволяет строить невероятно интересную работу, и очень просто, прямо на уроке учебниками. Или, как это называлось, Quiz... Quiznet, который позволяет тоже интересные вещи делать прямо на уроке. Мы пользовались камерой в планшетах для того, чтобы формировать контент прямо на уроке. То есть, вот эти все вещи, тоже о них важно говорить, что, конечно, учебник, наверное, может заменить все, но такое количество интересных приложений или эпсов создано для всех платформ для обучения, и каждая группа работает узко в той сфере, которую они разрабатывают, и все, многие из них доступны бесплатно, или в какой-то версии бесплатно, и они позволяют разнообрать нашу жизнь. Конечно, всему этому мы, мы это показывали на наших открытых уроках, и мы этому будем учить и дальше, и будем интегрировать с этими возможностями, договориться с компаниями, чтобы была интеграция простая в учебнике, но даже если мы о чем-то не договорились, то эта интеграция очень простая на уровне одного планшета, и то, и то существует в качестве отдельных приложений, просто одно последовательно открываешь одни и другие, сегодня планшеты позволяют открыть параллельно нескольких приложений, поэтому этим можно пользоваться, но даже если последовательно это занимает секунды, когда вы освоили эту технологию. Следующий наш слайд, очень важный для нас, оценить работу службы технической поддержки. Мы понимаем, что бумажный учебник, печатный, это большой опыт методической поддержки, мы пишем методические разработки, мы встречаемся с вами на разных, ну, то есть выезжаем в регионы, и это, как я еще раз говорю, печатный учебник бумажный, он намоленный, там много методики уже за ним стоит, и методичек разных разработанных и самим просвещением, и нашими коллегами, и даже нашими конкурентами, то есть много методичек к нашим учебникам сделан нашими конкурентами, но рынок есть рынок, все понимают, что просвещение занимает сегодня очень существенную долю учебной литературы, и в номинованиях это большой процент, а уж количество экземпляров, которые просвещение, это огромный процент, поэтому рынок сегодня во многом определяется тем, что делает просвещение, и мы в качестве такой своей потеводной звезды взяли курс на политику такую открытую, прямого разговора с вами, о чем я говорил в начале нашей сегодня встречи, и все, что мы делаем, мы делаем открыто, и для вас, педагоги, и для учеников, и для родителей, и для наших коллег, партнеров, мы понимаем, что занимая такую долю в рынке, мы должны быть, мы ответственны за то качество образовательного процесса, которое сегодня есть в стране. Итак, техническая поддержка. Вы оценили эту поддержку, то есть, да, во-первых, мы, еще раз напомним, что поддержка была с 9 утра до 11 вечера каждый день, практически онлайн, те, кто онлайн обращались, но не все обращались онлайн, кто-то оффлайн, да, многие оффлайн, потому что еще не освоили или не было времени на онлайн обращение, то есть, и онлайн, и оффлайн мы работали с вами, у нас было более 400 заявок, мы считали те заявки, которые не просто легко, просто вопрос-ответ, а те, где нам пришлось с вами поработать, да, и что-то вам показать, продемонстрировать, найти способ, как это сделать, да, объяснить. Итак, в течение, то есть, 28% написали, что мы получили такую поддержку в течение нескольких часов, и это наша цель, 25% в течение одного дня, 26% два-три дня, и 21% неделя и более, то есть, так, по крайней мере, люди воспринимали, чтобы за такие сроки была поддержка оказана. Когда учебники будут запущены, наша цель, чтобы поддержка была и онлайн, для простых вопросов, если вопросы сложные, то два-три дня любой вопрос должен быть решен, и ученики, и учители мог бы работать и дальше. Еще раз говорю, что электронная форма учебника, она взаимозаменяется с печатной, если, и мы это демонстрили на наших трех уроках, если полетело устройство, если что-то не работает, что-то не скачивается, то всегда можно взять печатный учебник, с ним поработать и дождаться нашей поддержки, а мы будем сокращать срок и будем всегда с вами. 70% остались довольны работой поддержки, и 25% оставили оценку нейтрально. не знаю, что такое нейтрально, у нас было неувидотворительно, ультворительно, нейтрально, хорошо и довольны. Но вот мы поставили либо довольны, либо нейтрально. Значит, соответственно, это ваше ощущение от того, какая поддержка была здесь сделана. в конце презентации, которая целиком будет тоже на нашем сайте, вы сможете посмотреть, отвечая на запросы учителей, просвещение готовит 1 сентября, то есть те вещи, которые мы сейчас дорабатываем, делаем, то есть мы делаем очень много разных технических, сейчас работаем с нашими учебниками, но главная вещь, которую мы должны видеть, что еще ожидает случиться релиз мобильного приложения учебниц своего века в магазине App Store, то есть на iOS, на Apple устройствах, они и так уже все работают, но распространение, система доставки будет работана совместно с руководством Apple, Apple понимает, какая крупная компания просвещения, поэтому у нас особо делали договор, и так как это делают другие малые издательства, в нашем случае произойти, как теперь выяснилось, не могло, что и хорошо, это значит, говорит о том, что и здесь мы будем сдавать новую политику, мы согласуем те задачи, которые мы выполняем, доставляя учебники в школы и ученикам в стране, и какой-то новый формат, работая с крупной компанией Apple, крупной компанией просвещения, будет выработан, и вы сможете посмотреть то есть мы запустим апробацию, еще новую часть апробации для тех, у кого сегодня устройство Apple. Второе, мы сделаем релиз настольной версии программы учебников второго века, то есть учебников просвещения для настольных компьютеров, для лаптопов и компьютеров, для Windows 7, про XP пока не уверен, Windows 7 точно получит такие, такую возможность. Третье, конечно, учебники будут дополняться мультимедиа-контентом, справочные материалы, аудио, галерея изображений, тестовые задания, сильно будет расширено у каждого учебника за лето. Мы выполнили те нормы, которые были заданы правилами для экспертизы, но сейчас мы, естественно, пойдем уже на то, чтобы вам было удобно, но самое главное, это четвертый пункт, он для меня основной. Всю свою работу сегодня с программистами я посвящаю именно четвертому пункту, чтобы был инструмент добавления учителям собственных материалов. То, как мы это делали во время наших третий уроков, это очень важная возможность которая сразу делает учебник нужным педагогу, потому что педагог становится хозяином ситуации на уроке. Это очень важно. Я уже подвожу итог. Мы сегодня подводили итог вот этому целому году работы в этой новой образовательной реальности. Она новая для нас, она новая для вас, и, может быть, она не такая уже новая в результате того, что мы сделали в течение этого года. Мы сами не ожидали, какой огромный объем работы потребуется сделать и внутри издательства прощения, что само собой, то есть мы это ожидали, и это само собой разумеется, но что вы с такой готовностью включитесь и станете командой, которая нас поддерживает, которая нам подсказывает, которая, в общем-то, в каком-то смысле нами и руководит. И та смелость, с которой и мы представляли то, что мы делаем, и вы готовы были участвовать во всех наших начинаниях, она импонирует, то есть она делает всю ситуацию рабочей. И, собственно, это главный результат этого года. Эта новая реальность состоялась, она не такая новая, судя по вашим запросам теперь, и наш разговор стал, конечно, качественно другим в течение этого года. Я помню вопросы, которые приходили и от нас, и от вас, начиная с первого вебинара, который мы, по-моему, провели в конце ноября, и, видите, пройдя такой большой путь, мы уже с вами провели апробацию учебника на всю страну. вы стали экспертами того, о чем мы говорили в течение целого года, и мы движемся теперь вот к тому, чтобы уже использовать учебники с первого сентября прямо в классе. Я хотел бы напомнить, что все, кто участвовал в апробации, получат сертификаты, это то, о чем я сказал. Участие в апробации, это значит, что вы установили на свой планшет, на свое устройство приложение, вы получили код в рамках проекта в личный кабинет в рамках проекта школы второго века, вы использовали код для того, чтобы скачать учебник для себя или для своих учеников, и вы участвовали в апробации в том смысле, что вы свой отзыв, анкету апробационную, которая очень была большая, серьезная, вы ее заполнили, нам прислали, мы получили невероятное количество таких анкет, и нам есть чем работать, поэтому каждый из вас получит сертификат и по почте в ретонном виде, и в свой личный кабинет в раздел портфолио, поэтому, пожалуйста, смотрите. Мне важно сказать слова благодарности и принадлежности партнерам наших вебинаров и наших уроков. Это департамент образования города Москвы, который поддержал наше начинание, ну и потому что понятно, что Москва сегодня всегда пытается быть на передовой, но и во-вторых, потому что Москва очень сильно вкладывается, и некоторое количество учебников уже были подготовлены еще раньше, и уже проведены в школах Москвы, несколько классов школы Москвы в этом 2014-15 учебном году полностью работали по низким предметам только с планшетами, и получили замечательные, интересные, то есть очень важные результаты такой работы тоже, и Москве важна и такая точная работа с разными классами, разными школами, и массовая широкая работа со всеми педагогами, которые готовы сегодня к такой работе, со всеми школами, со всеми со всеми родителями. Поэтому и в том и другом направлении движемся, и департамент нас поддержал, предоставив нам большие технические возможности, каналы для того, чтобы демонстрировать и делать онлайн наши открытые уроки. Количество техники, которая обслуживала вот такую, казалось бы, картинку, она вам понятна, кажется, простая, но для того, чтобы такую качественную картинку делать, требовалась работа большой команды. Эта команда во всех вебинарах, во всех открытых уроках, и тогда, когда мы их делали из зала заседаний департаментов и образования города Москвы, и уже потом из тема центра. Это команда Московского центра технологической модернизации образования. И сейчас я веду наш вебинар из студии этого центра. Для меня эта команда стала почти родной. Мы надеемся, что вместе с вами мы почти подошли к созданию такого нового формата уроков, который можно было бы демонстрировать на всю страну на постоянной основе. И мы сейчас зарабатываем проект, работаем над тем, чтобы с 1 сентября такие уроки появлялись регулярно, если не каждый день, то каждый второй день, по самым разным направлениям, и чтобы направлениям, предметам, используем разных технологий, может быть, не только планшетам, но и традиционных. Но главное, что все мы могли бы примиряться, присматриваться к тому, как это делают другие педагоги, тем более, что онлайн-трансляция позволяет в том числе и сразу обсуждать, сразу говорить и сразу видеть ваши вопросы и набирать копилку опыта, которые, в общем, о таких вещах, мы, кажется, мечтали раньше, но вроде бы мы подошли очень близко к возможности такой реализации. Напомню, что в качестве учеников на каждом нашем уроке были молодые педагоги города Москвы. То есть Совет молодых педагогов города Москвы. Большое спасибо за поддержку. Это каждую неделю, нужно было прийти на несколько часов в определенную аудиторию после уроков, приехать и быть здесь, нас поддерживают все молодые, красивые, улыбчивые и так, честно, играли роль двухклассников и старшие, и младшие и так далее, что мне кажется, что они не наигрались в свою роль учеников в школе или, как в качестве молодых педагогов, теперь по-новой вживаются в эту роль. Я думаю, надеюсь, для вас, дорогие коллеги, тоже опыт педагогический, который вы, побыв в этих одеждах учеников снова, вы теперь сможете примерить свой педагогический опыт, умение в классах, там, где вы сейчас преподаете. И я надеюсь, что мы с вами еще поработаем, и каждый из вас еще и проведет у нас открытые уроки здесь, в темоцентре, и уже в качестве педагогов, ведущих эти занятия. Вам на лето такое задание, такие придумать задания, такие занятия, заявляйтесь, пожалуйста, и мы обязательно вас пригласим, чтобы демонстрировать на всю страну опыт вас, как экспертов, посидевших на таких уроках. Важно сказать спасибо экспертам в электронном образовании регионов и школы, поддерживающие инновационные проекты. Их было очень много. В каждом регионе есть количество таких ресурсных центров или школ, которые уже сегодня работают по темам электронного учения, которые доступны, наработали опыт, делятся этим опытом со своими коллегами в других школах. Да, такие школы чаще лучше оснащены, чем другие, но важно в каком-то месте посмотреть, попробовать. И такие школы стали нашими проводниками в регионах. Мы с этими школами работаем. И большое спасибо всем и школам, и региональным властям. Я скажу, что 10 регионов в этом году подключились к проекту школы второго века, дали возможность всем педагогам своего региона бесплатно участвовать в апробации этих учебников. Список регионов большой, но это говорит о том, что сегодня все готовы направить большое количество ресурсов на то, чтобы реализовать право учителей и учебников на пользование новыми электронными форматами учебников. Большое спасибо компании «Новый диск», которая предоставляла нам на интернативную доску свои материалы в рамках этих открытых уроков. Цифровые системы поставили нам свою технику, поставляли тоже для открытых уроков, включая интернативную доску. И печатные интернет-СМИ. В большом количестве журналистов были на наших открытых уроках прямо здесь, в студии. Вживую смотрели на уроки, вживую смотрели на все наши удачи и неудачи, на сбои, которые там были. И все писали тексты, содержательные про то, что происходило. И вы можете увидеть, что не только на сайте просвещения сегодня есть записи этих вебинаров и открытых уроков, но и есть тексты уже журналистские по отношению к тому, что происходило в данном классе, с некоторой оценкой, в том числе и подведением итогов обсуждения уроков. И это тот материал, который, я бы сказал так, что весь материал, который мы вместе с вами за этот год создали, таким условно краудсорсингом мы назовем его тоже, это готовый курс повышения квалификации педагога. И сегодня, когда я езжу по регионам, я не специалист в математике, но я рассказываю про электронный учебник, про то, как я его понимаю, про педагогику. И на второй сессии сразу после этого я могу поставить запись вебинара на большой экран. И, двигаясь от кадра к кадру, мы вместе обсуждаем, то есть вы в аудитории обсуждаете, что там произошло. И это очень полезная, такая инструментальная возможность практического проникновения внутри урока, на котором используются планшеты учениками, и учитель как-то готовит этот урок и так вот представляет. Поэтому это та возможность, которая там есть. Ну и в завершении нашей презентации, это следующий кадр, здесь вот на этом кадре, та команда, ну она не вся здесь, к сожалению, не все собрались на этот снимок, но немалая команда, которая обслуживала, которая готовила, которая работала для того, чтобы случилось большое количество наших встреч через сети, через YouTube, через интернет, чтобы остались эти записи. Тут нет технических работников, потому что они в данный момент нас снимают, их здесь нет, но здесь есть большинство педагогов, которые проводили этот урок, большинство специалистов от издательства и от департамента образования города Москвы, кто готовились к этим урокам. И еще раз повторю, что главное, что делает просвещение, создавая электронную форму ученика, мы отказались от какой бы то ни было формы имитации. Мы ничего не имитируем, мы делаем все онлайн, мы не репетируем уроки, мы не выдумываем то, что мы делаем. Каждый шаг, который мы делаем, мы делаем, общаясь с вами, выясняя, разговаривая, не жалея своих сил. Вот это не имитационная педагогика, это то есть, что самое важное, что сегодня учитель может дать ученикам. Даже на уроке мы можем вдруг остановиться и обговорить наши отношения к тому, что мы делаем. Я думаю, что это может быть самое главное слово сегодня, чтобы каждый ученик понимал, почему он здесь на уроке, зачем он это делал, чтобы у него был ответ на этот вопрос. Спасибо вам большое. Хорошего окончания учебного года. Очень хороших результатов по ЕГЭ. Но если даже результаты будут не очень хорошие, мы помним, что ЕГЭ результаты — это не клеймо, это не лейбл. Каждый ученик, каждый человек, заканчивая школу, это только один из этапов его жизни. Мы все можем и должны вырастать, и после школы, независимо от того, мы отличники, которые не знали поражений и вдруг встретились с поражениями, или мы не очень успешные, которые знают, что такое поражение, но еще не знают, что такое успех. Успехов тем, кто не знает, что такое успех. И, не повесное слово, пускай некоторые доли поражений и умения с ним справляться тем, кто знает, что такое успех. Для нас этот год был годом и успехов, и поражений. И мы с вашей помощью проходили и то, и другое. И я надеюсь, что мы только в начале пути, но очень серьезный шаг, почти что как Анн Стронг, когда он сделал шаг на Луну и сказал, что это шаг для всего человечества, так и этот. Наша работа в этом году — это первый шаг, но очень важный шаг для всей нашей страны, для нашей школы в новую образовательную реальность, которая не связана напрямую с технологиями, а связана именно с педагогикой. Это наша главная цель и задача. Спасибо вам огромное. До встречи в следующем году.